До 1 июля все многоквартирные дома должны быть оборудованы общедомовыми приборами учета. В Кирове счетчики установлены лишь в двух третях жилфонда, и сейчас эта процедура продолжается в принудительном порядке. С какими сложностями приходится сталкиваться и жильцам, и коммунальщикам, расскажет Валентина Палкина. Все жилые многоквартирные дома в России должны быть оборудованы общедомовыми счетчиками потребления ресурсов. До 1 июля прошлого года этот процесс был добровольным. Сейчас установку проводят в принудительном порядке. И жильцы обязаны компенсировать все затраты и за оборудование, и за оказанную услугу. Но исполнители закона столкнулись с большими проблемами. Невозможно прийти в дом и просто поставить прибор учета. Требуется провести какие-то подготовительные мероприятия. Заменить задвижки водные, сделать обводную линию и так далее. На сегодняшний день в комплексных затратах на установку приборов учета сами приборы занимают 40-50%. Все остальное – это до провода. Так, прибор учета холодной воды стоит в среднем около 80 тысяч рублей. Но, учитывая аварийное состояние труб и узлов в большинстве домов областного центра, стоимость монтажа может значительно увеличиться. В управляющей компании Октябрьского района решили устанавливать сразу по три счетчика – холодной, горячей воды и отопление. Это гораздо удобнее. Но возникли разногласия с жильцами по форме оплаты. Стоимость – это 262 тысяч. Когда мы предлагаем собственникам это заплатить в течение года, говорят, что мы не будем платить. Тогда у нас возникает вопрос о том, что тогда нужно платить в течение пяти лет. И вот подрядная организация рассчитала лизинговую систему оплаты, что позволяет сделать федеральный закон. Так вот, стоимость этого прибора за пять лет уже будет порядка, непорядка, а могу точно сказать, 502 тысячи 559 рублей для дома. То есть за пять лет набегут немаленькие проценты. Напомним, речь идет об общедомовых приборах учета. Что касается счетчиков в квартирах, пока каких-то штрафных санкций за неустановку нет. Но не исключено, что в ближайшем будущем законодатели введут новую норму закона. А жильцы, наконец, поймут, что платить за услуги ЖКХ по счетчикам выгодно прежде всего для них самих. Валентина Палкина, Вячеслав Голиков, Вести Киров.